здравствуйте меня зовут федор васильев в этом уроке мы с вами научимся прикреплять файлы для продажи к нашим товарам то есть это по-другому цифровые товары например вы продаете книжки в электронном виде как можно организовать продажу электронных товаров через данный магазин мы переходим компоненты джумал касса здесь есть такая плитка файлы заходим сюда и здесь мы загружаем все книжки например к нашим продуктам до чтобы вывести вот эти вот книжечки в продукты на сайт то есть мы здесь загружаем а уже саму книжку в самом продукте мы выбираем отдельно в данной версии магазина есть небольшие проблемы просто так загрузить файл не получается выдает ошибку я связался с разработчиками они мне скинули файл который исправляет данную проблему сейчас мы с вами сделаем небольшую манипуляцию заменим один файлик и у нас с вами все будет работать в марте этого года они обещали выпустить обновление магазина где эта ошибка уже будет исправлена а пока мы с вами сделаем небольшую манипуляцию чтобы у нас здесь с вами все работало открывайте папку там где у вас open server заходя внутрь заходим домены и открываем папку с сайтом где у вас расположен магазин в другой папке вы открываете мой курс заходите в 14 урок файлы продукта и здесь будет вот такая папочка администратор вы ее распаковываете выделяете можно ее в принципе не копировать прямо отсюда вырезать идем в нашу открытую папку с нашим сайтом open server видите здесь есть папочка администратор мы сейчас просто произведем замену где-нибудь в пустой области правой кнопкой мыши кликаем и выбираем вставить всплывает вот такое окно что папка такая уже существует мы нажимаем да в следующем окне будет внизу ставим галочку заменить файлы нажимаем да также внизу здесь в следующем окне ставим галочку и кликаем переместить замены вот это первое верхнее окно все мы заменили неработающий файл файлом который работает на этом процедура так сказать лечение этой ошибки закончилась переходим в админку нашего сайта нажимаем обновить страницу и прежде чем загружать сюда файлы нам нужно убедиться в том что расширение файла у нас добавлено в проверенный то есть в доверенную зону например у нас книжка формате txt там вообще книжки мог быть в разных форматах их нужно внести в доверенную зону прежде чем мы будем загружать сюда иначе система нас не пустит к загрузке данных файлов также ваша книжка может заархивирована быть например в архиве zip или rar соответственно zip rar также нужно внести в исключение где это вносится смотрите вы переходите панель магазина переходим настройки самая первая вкладка настройки магазина прокручиваем ниже и в самом низу есть такой раздел файл раскрываем вот это вот окошечко здесь все типы файлов которые разрешены посмотрите у меня текст а здесь уже есть например у меня текстовый документ и книжка находится с таким расширением текст и если у вас какие-то другие расширения например здесь нет zip архив вы ставите курсор в конце последних значений вот этих вот файлов расширений pdf уже присутствует вот видно да переключаете раскладку клавиатура на английскую ставите запятую и пишите название вашего расширения в каком вы хотите предоставлять на скачивание ваш цифровой товар вот так вот просто добавляются расширение то есть написали расширение все в конце если у вас больше нет ничего то есть больше расширения вы записывать сюда не будете проверенные файлы да например наруще можно записать то здесь оставляем пустое место то есть запятую здесь ставить больше не нужно также здесь есть запрещенные файлы сюда можно прописать так размер файлов сейчас об этом поговорим и доступность файла вот здесь вот подсказки написано то есть можно еще ограничить уже купленный товар ограничить по скачиванию и вот здесь вот пример в подсказке вы видите как это нужно записать если дней 0 то есть только часы и минуты то вот так вот пишите как подсказки ноль по-английски дей пробел сколько часов вы даете на скачивание прописывайте например 10 часов потом по-английски часы потом минуты минут и слово минуту соответственно минуты там можно поставить 0 поставить часы или дни в общем если у вас доступность файла имеет ограничения здесь также можно это настроить вообще не советую если человек уже купил книжку он мог там не знаю ее потерять или еще что то там дальнейшем мы с вами рассмотрим можно будет сделать кабинет для ваших покупателей где у них будут отображаться все купленные товары то есть если он например по каким-то причинам потерял данный купленную книжку или какой-то другой цифровой товар он может всегда прийти в магазин чтобы вас не тревожить скиньте пожалуйста еще раз мне ссылку он всегда сможет видеть купленные продукты так называемом своем кабинете об этом поговорим позже и важный момент размер файла здесь создается лимит то есть если больше 10 мегабайт весит ваш товар он сюда не загрузится к вам на сайт и я вам сразу хочу сказать если ваша книжка весит больше одного мегабайта именно одного мегабайт то не стоит загружать прямиком книжку к вам на хостинг почему первое книжек например у вас будет много каждый будет весить по 10 например там 20 мегабайт от этого будет расти размер сайта то есть вам придется докупать потом больше места на жестком диске на хостинге за это надо больше будет платить второй очень важный момент я если много одновременно будет скачивание вот таких вот файлов людьми с вашего сайта например там 100 200 человек то есть купили ваш товар и одновременно скачут от этого будет расти сильная нагрузка на хостинг и вам придется менять хостинг на более дорогостоящий зачем вот это все нужно если можно поступить очень грамотно при этом не потеряв жесткого места и абсолютно не ощутить нагрузку на ваш хостинг то есть у вас может быть тысяча товаров на сайте а то и больше и при этом вы можете использовать чуть ли не самый дешевый хостинг то есть экономия средства свои и так как лучше поступить если у вас файл больше одного мегабайта вы просто загружаете ваши книжки куда-то на сторонний облачный сервис это может быть mail облака то есть там где у вас нет ограничений на хранение файлов там где они автоматически не удаляются это может быть яндекс диск на ваше усмотрение все равно их там никто не увидит эти ссылки эти книжки конечно же если не взломать почту для этого вы должны завести почту с сильным паролем и никому естественно не показывать эти ссылки и все пароли хранить от ящиков там не знаю на флешке не на компьютере то есть когда у вас там будет серьезный уже бизнес например продажи книжек у вас будет там больше десяти тысяч всяких наименований книжек они все будут залито в облако естественно тут нужно защититься иметь хорошую защиту антивирусу на компьютер и так далее это уже другой вопрос сейчас именно как организовать смотрите вы заливаете книжку в облако берете ссылку на эту книжку и помещаете ее в текстовый документ обычный текст и блокнот этот блокнот вы архивируете в zip архив и этот архив будет весить просто копейки и данный архив прикрепляете к продукту здесь в магазин таким образом мы не загружаем жесткий диск на нашем хостинге и у нас не будет нагрузки на хостинг при скачивании при многочисленном скачивании одновременно ваших книжек вот такой здесь нюанс в принципе 10 мегабайт здесь стоит по умолчанию можно оставить далее когда вы типа файла прописали мы нажимаем здесь сохранить закрыть и давайте попробуем загрузить какой-нибудь файл перехожу в файлы нажимаем загрузить книжечка формате zip я выбираю и открыть и нажимаю выполнить файл сохранен успешно и он тут же отображается здесь также можно кликнуть прямо по названию и например сменить название данного файла напишем например переименовал на русский но есть один нюанс когда вы загружаете файл в названии файла в zip архиве не должно быть русских символов именно при загрузке сейчас вот переименовал видите здесь как бы все нормально то есть смотрите вот у вас есть например поток книг да есть уже 100 книг который вы готовы выложить в интернет-магазин вы здесь в загрузке всех их загружаете суда сначала далее мы переходим магазин продукты заходим в какой-то продукт ну соответственно здесь у меня сейчас телефон сейчас он просто показываю переходим детали и вот здесь вот видите есть раздел файлы если уже очень много книг загружена вы можете просто здесь набирать название вашей книжки то есть как вы видите у меня одна книжка она здесь так и есть книжка написать например название книжки и она здесь высветится выбираем ее здесь и нажимаем сохранить закрыть переходим в данный товар с данной книжкой как только вы к товару привязали файл в названии вот здесь вот маленькая иконочка появляется то есть говорящий о том что здесь прикреплен файл также ее видно и в категории товаров вот видите здесь эта иконочка присутствует далее нам нужно защитить папку куда мы загружаем все книжки от прямого скачивания то есть если мы оставим все сейчас как есть хитрые люди смогут легко скачать не нажимая на кнопку купить не тратить деньги смогут скачать ваши файлы нам нужно защитить данную папку как это сделать вы переходите в папку с курсом находите дополнительные материалы найдете папку файлы здесь будет такой архив вы его распаковываете и нам нужен этот один файл . h texas вы его копируете переходите в open server а также на заходите свой домен где мы с вами заменяли папочку администратор здесь есть автоматически созданная папка джумала касса файл видите да если мы зайдем здесь как раз загружена тот архив который я сейчас только что загрузил все ваши книжки или товары они будут здесь находиться значит в эту папку вы заходите и просто в эту папку вы размещаете данный файл . h texas данный файл защищает от прямых скачиваний то есть вы просто и сюда помещаете и все и данная папочка защищена я хочу вам показать как вообще происходит процедура покупки именно цифрового товара как она будет отображаться немного забегая вперед я тут бегло пробегусь потому что у нас будут в дальнейшем пошаговые подробные уроки по всем вот таким нюансам покупки и так далее сейчас вам просто покажу как это происходит например человек нажимает на кнопку купить сейчас у нас метод оплаты он у нас не настроен мы пока не обращаем на это внимание дальше человек заполняет тут поля например email фамилию город телефон все эти поля мы с вами настроим отдельно еще вы сами для себя решите какие поля нужны при покупке товара я пока нажимаю кнопку оплатить заказ успешно проведен то есть значит человек уже оплатил вот эти все состояния они также здесь настраиваются приходит уведомление на email как администратору так и покупателю здесь мы с вами подробно пройдемся еще и смотреть как выглядит процедура покупки здесь будет название например ваши книжки картинка книжки и вот здесь будет вот такая кнопочка то есть после покупки человек увидеть вот такую страницу то есть вы сейчас видели я себя вел как покупатель я нажал на кнопку купить и мне показывается вот эта вот страница то есть я просто нажимаю на эту кнопочку и вы видите вот здесь в углу у меня пошло скачивание данного архива если я посмотрю папку вы видите сейчас открылся мой компьютер и вот эта книжка который я купил здесь все нормально здесь никаких претензий здесь все работает соответственно в личном кабинете потом вот эти все покупки у человека будут отображаться если он где-то потерять книжку как я уже говорил он сможет зайти вот так вот и скачать ее заново соответственно там я написал книжка здесь лучше писать название вашей книжки таким нехитрым способом да можно из обычного магазина сделать цифровой магазин на этом я заканчиваю данный видео урок и увидимся в следующем а